Саратовские предприниматели в панике. Их бизнес хотят обложить новым налогом. Речь идет о поправках, которые предусматривают расчет налога на имущество по его кадастровой стоимости. В предварительный список попали 100 объектов. Причем в него вошли не только крупные торговые сети, но и промышленные предприятия, руководство которых с новой ставкой налогообложения соглашаться не намерено. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. На предприятии «Нефтемаш Сапкон» все замерли в тревожном ожидании, введут ли новый налог на имущество. На заводе подсчитали, если ставка изменится, то за одно из промышленных помещений им придется платить в два раза больше. Здесь, где считают каждую копейку, эти изменения удар под дых. Дыры повышаются, цены на металл повышаются, валюта у нас растет всем известная, у нас комплектующие импортные. Все вместе. Это достаточно тяжело ложится временем на плечи промышленного предприятия. Больше налог, меньше зарплата. Причем в руководстве предприятия недоумевают, почему должны платить больше. В первоначальный список объектов, которые облагаются новым налогом, попал вот этот корпус. Здесь находятся производственные лаборатории, а они, согласно закону, дополнительной ставкой облагаться не должны. Мы должны руководствоваться тем земельным кадастром, который у нас есть. По нашему земельному кадастру земля относится к промышленному назначению. Никаких деловых центров, мы не имеем права там делать. Поэтому мы ее полностью используем так, как она нужна. В список потенциальных объектов включили около ста помещений. Изначально поправки в налоговый кодекс одобрили федеральные законотворцы. Новый расчет налога на имущество будет производиться, исходя из его кадастровой стоимости. Промышленники негодуют. Говорят, если речь идет о торговых комплексах, тут все ясно. Доход с помещений получают, так пусть платят. Но почему в список попали здания, которые используются для промышленных целей, непонятно. Но владельцы торговых центров тоже недовольны. Для них новый налог – удавка. Специалисты подсчитали, если поправки вступят в силу, в региональную казну, дополнительно будет поступать около 200 миллионов рублей. Правда, чиновники не учли, что из-за дополнительных трат многие предприятия будут вынуждены закрыться, а кто-то будет скрываться от налогов. Областные бизнесмены решили самостоятельно отстаивать свои права. Они обратились к губернатору с просьбой временно отложить принятие поправок. Хотя бы до тех пор, пока не закончится кризис.